Ассоциация онкологов России Ассоциация онкологические и клинические рекомендации, что в общем-то казалось на первый взгляд задачей совершенно невыполнимой. Но собравшись с духом и Андрей Дмитриевич Каприн приняв решение, что эту задачу можно решить только объединившись, мы приступили. И именно поэтому одной из главных ролей в деятельности АОРа является объединение экспертов, ведущих онкологических учреждений, профильных общественных организаций. Второй функцией нашей является организационная, техническая и административная поддержка авторов клинических рекомендаций. Дело в том, что мы помогаем организовывать как ВКС различные встречи, иногда даже очные, информирование всех участников рабочих групп. То есть то количество участников, которые разрабатывают клинические рекомендации, их достаточно большое. И география этих экспертов, она тоже широка. То есть это не только московские и санкт-петербургские учреждения, но это эксперты из многих других ведущих онкологических организаций. Дополнительной стороной деятельности АОР – это комитет по клиническим рекомендациям, который был создан более двух лет назад. Немножко подробнее я расскажу на следующих слайдах. И, безусловно, хочется отметить нашу активную позицию в проведении круглых столов и стратегических сессий. Для них мы приглашаем достаточно большое количество экспертов из различных областей, зачастую не только онкологов, но и смежных специальностей, потому что в работе и создании клинических рекомендаций принимает участие большое количество людей. Также хотелось бы отметить, что каждое обновление, каждый апдейт клинических рекомендаций, он несет и внедрение новых данных из гайдлайнов международной практики. Это и лекарственная терапия, и новые методики, разработки. То есть, находясь в общем информационном поле, мы стараемся с коллегами, с экспертами, разработчиками проводить всю эту работу. Хотелось бы отметить на этом слайде наших героев. Это модераторы рабочих групп. За последние годы, с 2019 года, количество экспертов немножко расширилось, потому что увеличивается количество онкологических клинических рекомендаций незначительно, но возникает необходимость разработки новых МКБ-кодов. Соответственно, привлекаются к работе новые авторы, создаются рабочие группы и привлекаются, опять-таки, эксперты из достаточно широкого круга медицинских учреждений. Итак, объединяющая роль, объединение компетенций экспертов, профессиональных сообществ. Как я ранее сказала, задача, которая была поставлена в 2019 году, стала возможной для реализации только благодаря привлечению профильных онкологических профессиональных организаций. Зачастую у них уже существовали некоторые базовые версии клинических рекомендаций, которые были взяты за основу в проработку тех линреков, которыми мы пользуемся сейчас. Единственное, что, безусловно, они были расширены, добавлены дополнительные блоки, которые больше отвечают за какую-то организационную составляющую. И хочется поблагодарить именно экспертов. Здесь, естественно, указаны не все, но эти символы у всех на виду, и это известные общественные организации. Актуализация и доработка клинреков с интеграцией дополнительных блоков в эти тексты, разработанных профильными обществами. То есть, когда в 2020 году были подготовлены все онкологические и клинические рекомендации, не было возможности интегрировать туда с хорошей проработкой все составляющие. И уже в последующие годы отдельно прорабатывалась сопроводительная терапия совместно с обществом Русска. Более того, на протяжении, наверное, более двух лет АОР и Русска пытались понять, в каком же формате можно это сделать, разработав отдельные клинические рекомендации на основе методических рекомендаций, которые уже существуют, либо попытаться интегрировать это все как в отдельные клинические рекомендации. Вопрос долго не решался. И вот, наконец-таки, в прошлом году было принято решение все-таки провести эту интеграцию в каждую нозологию, что позволило быстрее разрешить эту задачу. Отдельные блоки по реабилитации, которые также не были проработаны, то есть все четко по конкретной локализации. Недавно к нам поступила инициатива по нутритивной поддержке. То есть с каждым обновлением мы актуализируем, обновляем, расширяем тексты клинических рекомендаций, стараясь отразить в них всю необходимую информацию, которая будет полезна онкологам-практикам. Еще одна составляющая нашей деятельности, о которой говорила я раньше, это организационная и техническая поддержка. В чем же она заключается? Прежде всего, это техническое сопровождение рабочих групп, организация встреч, голосование, урегулирование. Эксперты очень эмоциональные люди и в процессе обсуждения каких-то нововведений возникают очень яркие дебаты. И иногда приходится привлекать экспертов, скажем так, из административного ранга для решения каких-то вопросов спорных. Но, безусловно, мы всегда стараемся прийти к единому мнению. Известный факт, что мы должны были все 1 января 2024 года перейти к тому уровню, когда клинические рекомендации станут основой в работе врачей. Но Госдума РФ приняла поправки буквально накануне 1 января о том, что у нас есть еще один год тестирования, проработки и подготовки к уже следующему году. И это дало возможность некий такой временной люфт, который позволил шире и, может быть, даже глубше взглянуть на сами процессы. Этот год, то есть 2023 год, он был неким отчетным, потому что клинические рекомендации, как вы знаете, имеют свой срок давности. И по истечению трех лет большая часть клинических рекомендаций была обновлена. То есть мы постарались порядка, наверное, 40 клинреков подготовить в первом полугодии 2023 года. И, в общем-то, благодаря этому уже в этом году мы достаточно легко вышли из той ситуации, которая возникла весной по поручению Министерства здравоохранения. Итак, на основании данных анализа реестра счетов системы УМС за 2022 год нашими коллегами из САГУБУЦКМП было выявлено часто встречающиеся коды МКБ, которые ранее не были задействованы в клинических рекомендациях. То есть это в основном новообразование неопределенного или неизвестного характера, то есть МКБ коды Д. И тот анализ, который ими был сделан, как бы стало стартовой точкой для очень большой работы по обновлению клинических рекомендаций. То есть были соотнесены коды МКБ-10 к профилю медицинской помощи, и мы получили достаточно значимый список клинических рекомендаций на разработку. Более того, совсем недавно, в мае, пару месяцев назад, по поручению министра здравоохранения Российской Федерации «Мурашко», поручение номер 68 поставило нас в ситуацию, когда в очень краткие сроки практически дедлайны были выставлены неделя, две недели. Мы должны были очень быстро собрать все рабочие группы и провести работу. И более того, хотелось бы отметить, что мы в этом году, готовясь к 1 января 2025 года, готовим клинические рекомендации к научно-практическому совету, который должен будет пройти в нескольких сессиях этим летом. И, к сожалению, ожидания, которые могут реализоваться, не все клинические рекомендации по онкологии будут утверждены в новых редакциях. Сроки, которые были поставлены перед нами, они малоисполнимы. То есть нас предупредили практически за двое суток для исполнения и обновления клининреков по обработке комментариев от центра экспертизы. Сегодня неоднократно практически в докладах всех участников звучала цифровизация, и клинические рекомендации также интегрированы в этот процесс. Еще в 2019-2020 году, в связи с тем, что очень большое количество экспертов было включено в работу, необходима была некая автоматизация этой работы. И мы попытались создать платформу информационную для разработки и актуализации клининреков. В нее были приглашены более 500 экспертов, предоставленных нам из различных учреждений. Была составлена автоматизация работы над текстами в режиме онлайн-редактирования, возможность голосования, возможность рассылки, проведения ВКСов. То есть максимально облегчить задачу такую управленческую в общей работе экспертов. Но, к сожалению, как практика показала, эта система достаточно сложна для общей работы. То есть эксперты привыкли, скажем так, к обычным форматам. Это ВКСы, это ватсап-россылки, это собрания какие-то. Но работать в едином информационном поле оказалось неудобным для всех. Но это был некий такой предвестник общей цифровизации всех процессов, связанных с клиническими рекомендациями. И сейчас я бы хотела несколько слов сказать о том, что, возможно, нас ждет в ближайшем будущем. Это цифровые двойники, о которых уже неоднократно говорилось и Центром экспертизы. И, в принципе, с разных трибун эта тема поднимается. Цифровые двойники клинических рекомендаций, стандартов медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи. То есть сейчас проходит тестирование активное, создание цифровых двойников клинических рекомендаций. Безусловно, цели, которые поставлены перед этой платформой, они позволят в будущем, возможно, решить огромное количество задач не только для онкологов, но и для других структур, которые используют этот документ в своей работе. Это и страховые компании, и юристы, и проверяющие органы. И цель – это автоматизация единого формата разработки клинических рекомендаций, порядков и стандартов, что позволяет делать прозрачным весь процесс. Это сокращение сроков создания и обработки клинреков, создание цифрового протокола ведения пациента, автоматизация разработки стандартов на основе клинических рекомендаций и, прежде всего, непрерывность и согласованность этих процессов. То есть если смотреть на перечисленные возможности, безусловно, это облегчит процесс работы в поле клинических рекомендаций. Но, к сожалению, на данном этапе все не так просто. То есть нас, АОР, привлекли к тестированию этой платформы, и мы столкнулись как одной из организаций, участвующих в разработке клинических рекомендаций. Остается много вопросов, которые пока не решены. И от этого будет, в общем-то, зависеть финальная реализация. То есть алгоритм загрузки, чья зона ответственности. Как я уже сказала, что любая цифровизация – это достаточно сложный интерфейс, к которому нужно привыкнуть и понять, как это работает. Более того, эта платформа предполагает не просто внедрение туда электронного текста клинической рекомендации, но это завязка практически каждого слова, каждой фразы с системами, с различными справочниками. То есть это реально цифровая история документа. И на тех общих встречах, которые проводились от профильных организаций, был такой посыл, что необходимо все-таки зону ответственности по внесению этих документов возложить на разработчиков этой технической платформы, потому что это огромные временные затраты, техническая подготовка экспертов, и наши уважаемые авторы, которые, естественно, не смогут в полном объеме находиться в этой системе, скажем так, с внесением всех этих данных. Возможно, в будущем, когда уже все будет интегрировано и отработано до мельчайших деталей, это должно будет облегчить процесс работы. Наличие необходимых справочников, то есть частота их обновления – это также те вопросы, которые пока не имеют своих ответов. валидация конечного результата загрузки. То есть есть еще одна проблема – это человеческий фактор. При внесении каких-либо данных могут происходить накладки либо просто задвоение каких-то данных, что в конечном итоге может привести также к некорректности результатов. Но посмотрим, как это будет реализовано дальше. Немного о комитете по клиническим рекомендациям, который был создан более двух лет назад. В него вошли руководители ведущих медицинских организаций онкологических, руководители профильных организаций, которые занимаются клинреками, что позволило в этой большой команде разработать нормативные документы, позволяющие эффективно работать в рамках всего онкологического сообщества. Это решение стратегических вопросов и сложных ситуаций, которые возникали и возникают в процессе разработки. Это объединение онкологов. Также это поиск компромиссных решений между экспертами рабочих групп в приходу к единому мнению и консолидации. Создание клиническим реком по новым нозологиям. Я сказала, что перечень тех клинических клинических рек, которые были утверждены в 2020 году, он расширяется. Появляются новые нозологии, разработанные совместно с профильными обществами, не онкологическими, что расширяет этот перечень. И на этом комитете мы имеем возможность привлекать к диалогу государственные органы. Это и Минздрав, это и Научно-практический совет, это и Центр экспертизы контроля и качества. На круглых столах, которые мы собираем, не очень часто, но с такой вот периодичностью, мы привлекаем ведущих экспертов, разработчиков из различных профильных организаций, из медицинских организаций. И обсуждаются вопросы, есть возможность диалога и поиска каких-то решений совместно с Центром экспертизы, с Минздравом. Приглашаются эксперты из региональных учреждений, что позволяет, скажем так, получить некий срез той ситуации, тех сложностей и проблем, с которыми сталкиваются коллеги в регионах. И, наконец-таки, о статусе обновлений за период 2023-2024 год. То есть было подготовлено в прошлом году более 30 клинических рекомендаций, что позволило нам в этом году быстрее решить задачи по обновлению. В 2024 году, буквально в прошедшие два месяца, мы подали 14 клинических рекомендаций обновленных. И самый важный слайд, наверное, по статусу. Это план график Минздрава, который мы также получили этой весной. Это июнь, август и октябрь. Те месяцы, которых мы ждем результатов. Результатов. Июнь. Две клинические рекомендации, которые ожидают в своей очереди более 2,5 лет, по-прежнему не вынесены на согласование. Но анемия при злокачественных новообразованиях была принята, и вот в ближайшее время появится в рубрикаторе, чему, в общем-то, очень многие эксперты рады. В августе у нас стоит большое количество клинических рекомендаций, которые должны быть согласованы. Но, как я уже ранее говорила, нам поставили срок в двое суток по подготовке тех замечаний, которые были внесены. Все, что успели, сделали, за что я очень благодарна нашим модераторам клинических рекомендаций, которые практически в ночном режиме, 24 часа в сутки прорабатывали это. Что-то мы успели, ждем ближайшего НПС. Но к октябрю, я думаю, у нас будет больше шансов, поэтому надеемся и верим. Спасибо большое.